Цирк за океаном или Куда пропал Джо В феврале 24-го вице-президент США Камала Харрис в ответ на вопрос способна ли и готова ли она взять на себя роль президента ответила Я абсолютно готова, но, слава богу, наш президент в отличной форме и в полном здравии Спустя несколько месяцев Байден, кажется, потерял полное здравие даже на бумаге Человек, которому доверили красную кнопку, пропадает с радаров и с инфополя в один момент Жив ли? Или его держат в заточении, чтобы он не натворил делов и не утопил демократическую партию в потоке старческого маразма? что вообще происходит в самой свободной в стране мира? Никогда в истории США не было такого, чтобы действующий президент вдруг бесследно пропал в самый разгар полной задницы в стране Может быть, завтра мошенник Джо проснется и забудет, что снялся с предвыборной гонки поменяет памперсы, перенится в бой или самоотстранение, которое появилось даже не на официальном сайте Белого дома, а в Твиттере Это глупое и дурацкое отречение от престола? Просто фикция? Подписанная и составленная даже не Байденом, а судорожно хватающаяся за все возможное попытки не слиться в унитаз демпартии Добрый день! Приветствую лидеров, пришедших на эту важную встречу для обсуждения ряда самых насущных вопросов современности Меня зовут Камала Харрис, мои местоимения она, ее, я являюсь женщиной Это первая речь вице-президента Харрис После пропажи любителя упасть на трапе и поздороваться с воздухом Этот человек всерьез намерен вступить в президентскую гонку с Трампом Прекрасная смена старику Джо, не находите? Что ж, мир и ядерная кнопка переходят в надежные руки Тут уверенность полная А Байден неделю назад в Детройте не слишком уверенно потрясая кулаками Я иду на выборы Мы победим И я не передумаю Обозреватель и ведущий Fox News спустя несколько дней Джо только что вышел из игры Верхушка демпартии, корпоративные СМИ и доноры-миллиардеры успешно дожали кандидата Которого вообще-то выбрали одним из лидеров избирателя Принудили выйти из гонки, потому что он уступает в вопросах То есть демократы в погоне за властью уничтожают саму демократию И разумеется, в США пропажа президента не осталась незамеченной Представьте, если бы в нашей стране лидер нации исчез из инфополя хотя бы на пару дней Оппозиционные помойки бы возопили из каждого угла Создавая одну небылицу за другой Нагнетая и обильно испорожняясь в каждом независимом СМИ Может, деда реально посадили в подвал И судорожно пытаются спасти демпартию от полного уничтожения А, ну как старик отдал Богу душу и у страны уже нет президента? Чувствуете легкий флер идиотизма в передовой стороне мира, по их мнению? Флаги, кстати, приспустили в память о конгрессовумен Шейли Ли Которая умерла 20 июля и имеет некоторое значение для американской истории Но народ было уже не остановить И соцсети трещат от самых разных предположений Крупные политики тоже требуют Байдена Буквально верещат Покажите деда, дайте глянуть, жив ли он Например, член Конгресса Лорен Бобер Не самая малая величина в политических звездах США заявила Вся эта ситуация играет на руку республиканцам Которые обвиняют Джо в том, что он просто сбежал Или его на всякий случай сбежали Без спроса на прикосновение к персоне номер один Цирк тотальный Весь мир знал, что Байден слился А вот сопредседатель предвыборного штаба Байдена Цедрик Ричмонд в эфире CBS не знал Буду говорить предельно четко Он принял решение стать официальным кандидатом в президенты Пойти на выборы и выиграть их А тем, кто хочет услышать это еще раз Он принял решение Он станет кандидатом и станет следующим президентом А сейчас давайте сосредоточимся на угрозах Которые несет с собой Дональд Трамп Это было спустя сутки после пропажи ценного груза Если он знал, что Байден снимется То получается прямо лгал с телеэкрана А если он сопредседатель штаба не знал То это просто шапит то И эти люди будут учить нас, как проводить выборы? Интернет взорвался Те, кто поставил на демократов Спешно прыгают как можно выше и перебываются Даже ярый поклонник Альцгеймера и деменции Американский экономист-международник Джеффри Сакс И тот проводил Байдена в последний путь Мы демонстрируем неуважение и лишь бросаемся оскорблениями Я имею в виду Байдена, который просто позорит собой институт президента США Просто позорит Ему бы последить за своим языком Он ведет себя недостойно Итак, что мы имеем? Президент США создал проблемы во всем мире И теперь, сознавая свое грядущее поражение на президентских выборах, бежит Человек, которого стоило бы привлечь к ответственности за развязанную войну на Украине Разрушение экономики европейских государств Санкционную политику против России и других стран Испарился и сделал вид, что он тумба Ладно, для Америки это в порядке вещей в последние годы Камала Харрис не тот человек от демократов Который мог бы стать соперником кандидату в президенты В котором сами же и стреляли Женщина, как сами американские эксперты говорят Чрезвычайно глупая Занимающая место за счет своего расового происхождения В принципе, вслед за провалившимся Байденом Оставившим только чудовищное наследство Которое предстоит расхлебывать уже, скорее всего, республиканцам И во внешней, и во внутренней политике Она уйдет в небытие Как обычная прокладка между недержанием действующей власти и будущей А каким она будет? Посмотрим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова